Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодня наш вебинар посвящен охране труда, то есть САУД. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гартышева Галина. И если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения, например, вебинара, или вы не смогли досмотреть до конца, то вы можете позже вернуться на наш сайт, вот адрес сайта вы видите, и посмотрите, запись мы выкладываем и этого вебинара, и возможно какие-то еще темы вас заинтересуют, так что милости просим. Мы будем вам очень благодарны, если будет обратная связь, то есть если вы будете задавать какие-то вопросы, любым удобным для вас способом, можно какие-то вопросы задать в течение вебинара, в конце вебинара я постараюсь на них ответить, можно задать письменно, то есть в этом случае мы будем, скажем так, неограничены по времени уже и сможем более подробно ответить на ваши вопросы. Так что милости просим взаимодействия, будем вам очень благодарны. А как будет проходить наша сегодняшняя встреча? Мы будем смотреть нормативную часть, так сказать, программы на слайдах и будем переключаться вот таким вот образом на демо-версию и смотреть уже, так сказать, на местности то, о чем мы поговорили с вами теоретически. Итак, наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации 1С-ЗУП-КОРП. Обратите внимание, это расширенный функционал. Некоторых вещей в обычном ЗУП-ПРОФ, например, может и не быть. Ну а ЗУП-КОРП – это конфигурация с расширенным функционалом, которая позволяет вести обособленные подразделения, работу с госконтрактом, ну и еще некоторые функции расширены. Что мы будем сегодня обсуждать? Новая методика проведения САУД, оценки труда. Это уже достаточно не новый документ, он был принят еще в прошлом году, и по нему, на самом деле, проводилось уже достаточно много разных и семинаров, и вебинаров. То есть информационные источники не обходили вниманием эту тему. Но, тем не менее, с 1 сентября у нас есть как бы изменения обязательные к применению. Вот по этому поводу мы и поговорим, и проверим, что нам надо было донастроить и как. Соответственно, какие надо было вносить изменения в настройке, в справочнике конфигурации 1С ЗУП-КОРП. Обратите внимание на новый классификатор вредных или опасных производственных факторов в ОППФ. Это новый классификатор, и он будет фигурировать в достаточно большом количестве документов. Административные мероприятия, на которые следует обратить внимание. То есть это издание локальных нормативных актов. Новая форма отчета о проведении САУД. Ну и, собственно говоря, штатное расписание мы очень скоро затронем, потому что уже время, к сожалению, будет у нас поджимать. Ну и про дополнительные сервисы отчета тоже по возможности будем стараться успеть поговорить. Начнем, так сказать, с нормативных материалов. То есть социальная оценка условий труда САУД обязательно к выполнению. И есть и критерии, по которым определена периодичность. То есть не реже одного раза в пять лет проводится обязательная оценка, по которой устанавливаются классы условий труда. Это у нас с вами регулирует 426 ФСЗ. Ну, как вы видите, это уже достаточно древний ФСЗ от 2013 года. Но, тем не менее, начнем мы с того, что проведение САУД обязательно. И штрафные санкции, если мы не применяем САУД или не составляем положенных документов, достаточно тоже, в общем-то, скажем так, ни один рубль. То есть не проведение САУД, соответственно, для должностных лиц и частных предпринимателей. Нам грозит штрафами в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Вроде бы, казалось, и не очень большая цифра, но это только для должностных лиц. Для организации у нас предусмотрены уже другие штрафы от 60 до 80 тысяч рублей. И, соответственно, регулируется это КААП, то есть Кодексом об административных правонарушениях. А туда сейчас нанесли достаточно много изменений по поводу ужесточения штрафных санкций. И проще, в общем-то, безопаснее проводить САУД вовремя и не выпускать из виду этот аспект. И еще немножко истории болезнь, если можно так сказать. То есть правила изменения спецоценки возникли из-за того, что было дано поручение Минтруду. Поручение дала председатель правительства Татьяна Голикова в позапрошлом году, 20 декабря 2022 года. И, соответственно, приводились в соответствие все нормативные документы, которые сопровождали охрану труда, санитарно-эпидемиологическое законодательство и так далее. Собственно говоря, приказ Минтруда номер 33 от 2014 года о подтверждении методики проведения спецоценки у нас получило достаточно много изменений. Но поскольку он был включен в белый список так называемых, белый список нормативных актов, то в этом случае потребовалось, в общем-то, издание новой спецоценки. И в этом случае у нас появился новый приказ Минтруда от 2023 года номер 817 Н об утверждении новой методики. Вот в отношении именно этой методики у нас происходили все изменения и в 1С были изменены, изменен алгоритм оценки, были введены новые справочники, про которые я уже обмолвилась. То есть классификатор вредных и опасных производственных факторов и вступает новая методика в силу с 1 сентября 2024 года. То есть практически оно у нас на текущий момент уже 25 дней как действует. Приказ у нас зарегистрированный в Минюсте еще в прошлом году и будет действовать до 2030 года, то есть 2030 год. Соответственно, с 1 сентября утратил силу 33 приказ, который регулировал, достаточно почти 10 лет регулировал правила спецоценки, проведения спецоценки. И у нас, соответственно, в связи с новой методикой появились новые приложения, вот вы видите у меня на экране их перечень, то есть методика проведения, классификатор, форма отчетности, то есть новая отчетность была введена и инструкция по заполнению этой отчетности. То есть у нас, так сказать, все нормативные акты приведены в соответствии и внесены изменения в программное обеспечение. Когда мы говорим про программное обеспечение, значит, у нас, соответственно, для того, чтобы настроить охрану труда, есть специальный подраздел. Мы переходим через настройки и вот у нас есть охрана труда, как вы видите, надо проставить флажки, что мы используем специальную оценку условий труда. И, допустим, контролировать уникальность рабочих мест, тоже проставляем флажок, потому что в отчете и в отчете и в декларации про рабочие места не должно быть дубли. И даже если это повторяющиеся номера, повторяющиеся рабочие места, то у них должны быть разные номера. После того, как мы сделаем вот такую настройку, мы можем переходить уже непосредственно к блоку. И сейчас мы его посмотрим на, так сказать, на местности, на демобасе. Единственное, мне хочется еще показать вам один момент, вот такой слайдик. То есть у нас мы можем отражать в конфигурации 1С ЗУК страховые результаты специальной оценки труда. И, соответственно, это требует дополнительной настройки, но поскольку у нас эти настройки выполняются при создании учетной политики, то вот вы видите здесь у нас закладочка «Страховые взносы» и отметка, что мы применяем результаты специальной оценки условий труда. Сейчас мы с вами переключаемся на демобасу. Вот. И, собственно, первое, что я хочу сказать, поскольку изменений было достаточно много, и большинство из них касались именно зарплаты и зарплатных налогов, то нужно обращать внимание на релиз, то есть на актуальность вашего программного обеспечения. Посмотреть это можно вот по этой пиктограммке «Сервис и настройки». У нас с вами есть вот такая возможность. Пиктограмма и с точечкой, то есть информация о программе. И мы здесь видим релиз нашей платформы и релиз конкретной конфигурации. Значит, поскольку мы с вами сегодня рассматриваем САУД, то есть сведения, которые со спецоценкой связаны, у нас не самый последний релиз. Если, естественно, вы уже перешли на составление отчетности, то вам нужно проверить, актуальны ли у вас данные, актуальны ли у вас формы, и обязательно посмотреть, что в этот релиз уже внесены соответствующие изменения. Теперь мы с вами начинаем работать с охраной труда. У меня интерфейс такси. У многих используется интерфейс с верхним расположением панели меню, то есть вот это желтое поле располагается сверху. У нас интерфейс такси, и мы переходим в меню настройки, например. И здесь у нас есть с вами, во-первых, рабочее место охраны труда, а во-вторых, мы можем посмотреть отчет по настройкам, которые уже выполнены. То есть подразделом охраны труда у нас содержат все необходимые и документы, и справочники, которые нам нужно изменить при применении новых методик, новых положений. Значит, сначала мы с вами берем охрану труда. Это как раз-таки те настройки, которые я вам на слайдике показывала. То есть это у нас, чтобы мы вообще применяем спецоценку, и уникальность номеров рабочих мест. Мы можем задать либо по организации в целом, либо по подразделениям. Значит, при выполнении вот таких настроек, когда нам нужно проставить чекбоксы, то есть красивые зеленые галочки, самое основное правило работы с этим блоком – это внимательно читать подсказки, которые мы видим под каждым полем. То есть зачем это нужно, что это нужно. И, соответственно, с вашими конкретными бизнес-процессами уже настраиваем данный блок. Ну, поскольку спецоценка условий труда у нас обязательна для всех организаций, то мы здесь проставляем флажок. Значит, работа с несчастными случаями. Даже если у вас не было никаких несчастных случаев, вот этот флажок стоит проставить, потому что если вдруг, не дай бог, конечно, но если вдруг происходит несчастный случай на производстве, то у нас изменяются и взносы, и, соответственно, кроме взносов у нас еще требуется создавать документацию, которая сопровождает отражение таких несчастных случаев для единого социального фонда. Естественно, инструктажи по охране труда мы тоже обязаны проводить, поэтому вот этот флажок надо не забыть поставить. И медицинские осмотры. То есть если у вас сотрудники обязаны проходить медкомиссии, то есть медицинские осмотры, то в этом случае мы ставим вот такой флажок. И обратите внимание на вот эти вот гиперссылки. То есть по этим гиперссылкам мы можем пройти и задать справочник то, что относится к вредным или опасным факторам, которые необходимо учитывать при проведении медосмотров. И виды работ, которые предполагают обязательное прохождение медкомиссии. И, соответственно, если мы проваливаемся вот в эту гиперссылку, то здесь мы с вами можем сформировать, ну вот выбираем, например, нет, выберем головное предприятие. Вот. И, соответственно, мы можем здесь формировать конкретные сведения по каждому рабочему месту. Считаем, что мы выполнили все настройки, отметили все чекбоксы, прочитали внимательно все справочники, все ссылки. И вот еще один момент, хотела остановиться на нем. То есть мы ставим вот этот чекбокс, эту галочку. В случае, если, например, у вас проходят медкомиссии, например, водители, водители-экспедиторы, в этом случае у них обязательно при прохождении комиссии заключения психиатра, то есть что они не состоят на учете, там не заключение нарколога и заключение психолога. То есть в этом случае мы ставим вот эту отмечку. Если, конечно, у вас работают, например, сотрудники кондитерских производств, там еще каких-то пищевых производств, которым не требуется психиатрическое освидетельствование, то здесь мы отмечку не ставим. Так, закрываем пока эти настройки. И снова возвращаемся в меню подраздела. И вы видите, что здесь у нас с вами сгруппированы настройки, то есть отчеты по охране труда, спецоценка, конкретно спецоценка условий труда и другие разделы. У нас с вами есть вот здесь переход на спецоценку условий труда и есть отдельный блок спецоценка условий труда. Перейдем мы сначала вот по этой ссылке. И, как вы видите, у нас открывается общий журнал документов. И, соответственно, мы можем выбрать по конкретной организации. Ну, если вы помните, в зарплате, то есть в ЗУП-проф и в ЗУП-корп, таким образом обозначаются филиалы, обособленные подразделения или филиалы, которые выделены на отдельный баланс. А это головная организация. То есть мы выбираем, например, головную организацию. И у меня в качестве примера здесь созданы три документа. То есть я по кнопке «Создать» перехожу в создание документа, и у меня есть вот такой выбор. То есть подготовка спецоценки, результаты спецоценки и сам итоговый документ «Декларация соответствия условий труда». Соответственно, все документы, которые у меня были созданы, у меня в журнале отражаются. Я могу посмотреть их. Ну вот, возьмем, например, подготовка документов. То есть здесь все достаточно просто, логично. Ничего особого не поменялось. То есть мы выбираем юридическое лицо. У меня это главная организация. Создаем дату. По умолчанию подставляется текущая дата. Ну, естественно, ее можно изменить привычным образом. И точно так же номер присваивается программам, но я его могу изменить. Значит, мы выбираем, какая сертифицированная организация выполняет нам оценку условий труда, либо это может быть какой-то конкретный сотрудник, который аттестован и имеет удостоверение для проведения спецоценки, либо какая-то организация, которая, так сказать, целенаправленно занимается спецоценкой, имеет соответствующие сертификаты, разрешения и так далее. То есть мы выбираем специализированную организацию. И дальше очень трудоемкая процедура – нажать кнопочку «Заполнить». То есть когда я нажимаю кнопочку «Заполнить», у меня сведения из соответственно кадрового учета сюда импортируются. и на закладочке «Комиссия» я задаю фамилию, имя, отчество, то есть я подбираю из классификатора сотрудников тех сотрудников и физических лиц, соответственно, которые у меня будут являться членами комиссии. И вот здесь, вот обратите внимание, при выводе на печать у меня выводится комплект документов. То есть, во-первых, приказ о создании комиссии, во-вторых, заявка на проведение специальной оценки, ну и перетень рабочих мест, которые попали на данную оценку. То есть есть комплект документов, который сопровождает это действие. Я могу сразу распечатать и заверить у ответственных лиц, ну то есть подготовить печатный вариант документов. Здесь нужно обратить внимание на то, что по новой методике при печати состава комиссии, вот, например, сделаем приказ приказ, заявку на проведение оценки. Здесь у нас подписывается руководитель, фамилия и инициалы. Но документы, которые будут отражены в качестве результата в спецоценке, должны содержать полностью фамилию, имя, отчество. То есть не инициалы, а уже конкретно, так сказать, в фамилию, имя, отчество и должность руководителей, которые указаны в членах комиссии. Так, после того, как я подготовила документы, у меня возникает документ «Результаты оценки спецусловий труда». И здесь у нас с вами печатная форма уже установлена. И, собственно говоря, когда завершена спецоценка, у нас появляется вот такой вот документ. Формируется он тоже автоматически. Через кнопку «Заполнить» в этом случае у нас заполняется сведение о рабочих местах, которые были, которые принимали участие в спецоценке. И, собственно говоря, после этого мы можем создавать документ «Декларация соответствия». То есть обычно этот документ составляет специализированная компания, которая проводила спецоценку. и чаще всего сдаёт этот документ или представляет для сдачи уже готовый документ. Собственно, тоже это компания. В этом случае уже мы с вами снова через кнопку «Создать». Выбираем уже «Декларация соответствия» и получаем вот такой документ. То есть конкретно результаты спецоценки, которые оформлены и в печатном, и в электронном виде, и, соответственно, подписаны членами комиссии. И, соответственно, уже, как вы видите, имеют вот такую форму. Так, после того, как мы с вами сходили вот по этой ссылке «Спецоценка условий труда», мы можем посмотреть, что если мы переходим вот по ссылке в этом разделе, то есть, как вы видите, здесь есть те же документы, «Декларация соответствия условий труда», «Подготовка спецоценки», «Результаты спецоценок». То есть то, что мы видели вот в этом разделе, на самом деле это просто не общий журнал, а конкретно тематический, если можно так сказать, то есть по составу документов. То есть мы можем создать в общем журнале документов нужный документ через кнопку «Создать», а можем в этом разделе создать конкретный документ, не выбирая, то есть это подготовка и результаты, а создать конкретный документ. Например, если мы открываем декларацию, журнал «Декларация», то создаем новую декларацию. Если мы выбираем «Общий журнал», то, соответственно, мы здесь создаем уже конкретный документ. Здесь у нас есть выбор. Так, снова с вами вернемся в настройки. Как вы видите, здесь есть и справочники, и классификаторы, которые надо проверить, насколько они у вас соответствуют действительности. Ну, не действительности, а, скажем так, предъявляемым к ним требованиям. То есть это сведения про организацию. У нас на самом деле в блок, допустим, ERP или ERP управления холдингом входит в полном объеме блок зарплаты и управления персоналом. Единственная тонкость только в том, что у нас входит версия проф, и, соответственно, некоторые функции там в более сжатом виде представлены. То есть, например, работа с госконтрактами, работа с обособленными подразделениями. То есть в редакции Корп эти функции у нас расширены, и, соответственно, больше доступны и аналитики, и документов, которые мы можем создать. Соответственно, если мы возвращаемся в меню настройка, то у нас с вами по ссылке охрана труда возникают настройки, которые мы задаем, так сказать, грубые. И когда мы переходим в подраздел охрана труда, у нас с вами здесь уже более тонкие настройки, которые необходимо выполнить. И, соответственно, есть блок отчеты по охране труда. Это не бухгалтерские отчеты, поскольку охрана труда – это не бухгалтерский, не бухгалтерский, так сказать, контур. Сейчас мы подробнее сюда вернемся, отчеты по охране труда, а пока рассмотрим еще несколько классификаторов. То есть, во-первых, у нас должны быть заполнены несчастные случаи, это классификатор несчастных случаев, а во-вторых, созданы инструктажи, вот такой интерфейс у нас, и созданы справочники инструктажей, то есть конкретные инструктажи, которые применяются в вашем, допустим, холдинге. Вот, значит, закрываем, посмотрим, уже готовый. Здесь, на самом деле, формировать тоже достаточно несложно. То есть мы создаем название, это текстовое поле, и здесь мы уже можем выбирать вид инструктажа, показать все, и я могу через кнопочку создать, например, пишу тест и контролировать проведение инструктажа. То есть, допустим, он у меня производится однократно и для всех рабочих мест, например. В этом случае я просто записываю и закрываю, и, как вы видите, у меня в списке инструктажей, справочнике инструктажей, появляется этот инструктаж, и я его могу выбрать сюда, и, соответственно, в этом случае у меня доступно формирование списка по кнопке заполнить, и я формирую список сотрудников, которые должны пройти этот инструктаж, и по какой причине, например, у меня там, ну, изменились какие-то условия или еще какие-то изменения внесены в нормативные, в локальные нормативные акты. То есть, я могу из справочника созданного нормами выбрать нужные инструктажи. Значит, это то, что касается инструктажей. То, что касается несчастных случаев. То есть, мы в этом случае выбираем, естественно, фамилию пострадавшего, организацию, которая, в которой он числится сотрудником, и через кнопочку создать мы создаем вид несчастного случая, то есть, производственные это несчастные случаи, какие последствия возникли у этого несчастного случая, и протокол опроса участников несчастного случая. Ну, соответственно, в зависимости от того, какие выбраны, какой выбран документ, ну, вот, выберем протокол. То есть, мы заполняем здесь минимум простор для творчества, то есть, заполняем несчастные случаи. Это выбор из классификатора. Ну, вот, допустим, показать все. Несчастные случаи на производстве. Это дополнительный справочник, который я заполняю самостоятельно. Ну, например, там, производственная травма или еще какие-то мероприятия. То есть, как мы помним, поля с красным подчеркиванием у нас обязательны для заполнения, и, соответственно, без этого программа нам не даст провести данную запись. А так мы заполняем все закладочки обстоятельства, характеристики, протокол осмотра. То есть, как вы видите, здесь у нас есть дополнительный, то есть, мы можем выбрать каких-то сотрудников, есть это сотрудники, и можем перечислить, просто перечислить, есть ли это физический вид. И заключение. То есть, кто был виноват, по какой причине это произошло. То есть, например, человек болтал по телефону, задевался и получил какую-то травму. Или это были виноваты форс-мажорные обстоятельства, ну, то есть, какие причины, происшествия, и что сделано для устранения причин. То есть, здесь текстовое поле, которое позволяет описать устранение мероприятия по устранению причин. Здесь важно помнить про такую вещь. Все, что касается оценки и спецоценки условий труда, у нас может быть длящимся нарушением, а может быть, если мы, например, не просто поле 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 поле, то мы понимали, что мы рассказываем о брене какие-то конкретные шаги для устранения причин, то мы их перечисляем здесь, и в этом случае у нас уже не длящиеся правонарушения, а уже приняты меры для его устранения. Так, это мы закроем, не будем сохранить эти изменения. Так и так. Естественно, все документы, которые мы здесь вводим, мы можем вывести на печать. Все-таки вот так хотелось сделать. Мы можем вывести на печать. И незаполненная конфигурация не хочет мне печатную форму выводить по незаполненным сведениям. Ладно, не будем терять время на том, чтобы получить эту ссылку. Так, и перейдем с вами опять к слайдикам. то есть на самом деле у нас, в общем-то, условия труда требуют проведения определенных мероприятий. И вот вы видите табличку, которая, собственно, иллюстрирует, какие мероприятия мы должны провести. То есть подготовительный этап это мы выбираем организацию, то есть специализированную организацию, которая имеет право работать со спецоценкой и выдавать заключение. Подаем заявку на проведение. И, собственно говоря, непосредственно само проведение спецоценки это, собственно, во-первых, интервьюирование наших сотрудников, во-вторых, проведение разных измерений, например, уровень освещенности, уровень шума и так далее. То есть применение специализированной техники, которая позволяет выполнить эти измерения. И уже после того, как сотрудники спецоценки провели все необходимые работы, все необходимые замеры, уже составляется отчет о проведении специальной оценки. Этот отчет делается в двух видах, то есть в электронном виде и второе это в печатном виде, заверенной печатью и подписью сотрудников, которые выполняли эту процедуру. И уже, соответственно, вручается организация результат спецоценки и подаются сведения, как мы уже говорили, в инспекцию по труду, сведения о проведенной спецоценке. Значит, есть такое положение нормативное, что до конца 24-го года государственная инспекция по труду может проводить только может проводить плановые проверки только среди тех организаций, которые отнесены к высоким категориям риска. То есть что такое высокие категории риска? Это у нас с вами существует такой перечень, который урегулирован постановлением правительства от 22-го года. И, соответственно, на этот перечень ориентируются и все организации, которые проводят спецоценку. То есть посмотреть его можно на официальном сайте и на официальном сайте Рост труда вы можете посмотреть, если вдруг ваше предприятие относится к высокой зоне риска посмотреть плановые проверки, которые грозят вашему предприятию. Ну, вот вы видите на слайдике здесь выдержка из перечня категории риска и, соответственно, на 25-й год вашему предприятию могут быть присвоены вот такие риски. То есть если вы входите в группу высокого риска или высокого риска без ОГВ, то, соответственно, вам придется быть готовы к тому, что вас будут проверять более пристально. Всего предусмотрено 5 категорий, которые соответственно в 25-м году будут проверяться более пристально. То есть если вы вошли в высокую группу риска, проверка производится один раз в два года. Если вы проскочили высокий риск и относитесь к группе значительного риска, то плановые проверки могут проводиться один раз в три года. Если средний риск, то есть большинство предприятий, которые относятся, допустим, к предприятиям МСП средний риск это проверка один раз в пять лет. Но группа умеренного риска это самый спокойный вариант, это один раз в шесть лет и уровень низкого риска это выездные проверки не проводятся. Но даже если вы не нашли свою компанию в списке, то есть быть уверены на сто процентов, что к вам не придет труд инспекция, вы не можете, потому что могут возникнуть ситуации, когда на вас пожаловались ваши сотрудники, которые, например, увольнялись, ну, скажем так, не совсем корректно, или вы не соблюдали нормативы отчислений. Как вы видите, вот здесь на слайдике жирным шрифтом выделены размеры отчислений, которые работодатель должен расходовать на мероприятия по прекращению, по профилактике травматизма и профзаболеваний. То есть эти размеры у нас регулирует трудовой кодекс и, соответственно, мы попадаем, если не соблюдаем эти требования, мы попадаем под штрафы по статье 27.1 административного кодекса о правонарушениях. То есть это обязательно нужно помнить и учитывать. Ну, вот сейчас в качестве примера, например, что это в цифрах. Если у нас в соответствии с ПБУ учетной политики указана сумма затрат на производство, например, 260 миллионов, то 0,2 от этой суммы, что составит 520 тысяч, мы должны расходовать на охрану труда. То есть меньше, чем этот норматив, мы расходовать не можем. Больше, пожалуйста, сколько угодно. Ну, собственно говоря, что относится к затратам на охрану труда? Ну, это в первую очередь медицинские осмотры, во вторую очередь это средства индивидуальной защиты, производство, травматизм, то есть, естественно, не сам травматизм, а его предупреждение. Проведение инструктажей, если требуется, то проведение каких-то тренировочных мероприятий, например, не только проведение инструктажа по охране труда, но и проведение занятий, тренингов, проведение спецоценки и, собственно говоря, учет выданных нарядов допусков, если у вас есть сотрудники, которые работают в соответствующих должностях, для которых требуются наряды допуски, и работают с нормативно-техническими документами, то есть, это создание инструкции, создание наглядных пособий и так далее. В общем-то, здесь мы должны поговорить о том, что кроме того, что мы создаем достаточно новые документы через конфигурацию, то есть, через создание инструктажей, медицинских посмотров, то есть, мы создаем соответствующие документы, мы с вами должны еще подготовительную работу выполнять, то есть, подготовительную работу у нас сводится, ну, во-первых, к тому, что вносятся изменения, которые методически обязаны выполнять, и второе, то есть, подготавливаем программное обеспечение, в этом случае, это уже, как я говорила, проверяем его актуальность, то есть, то, что у нас используется необходимый релиз, содержащий все обновления, то, что мы проводим обучение сотрудников, то есть, инструктажи, и, допустим, инструктаж провели среди сотрудников по новым процедурам, это, естественно, касается тех сотрудников, которые работают с документами спецоценки и так далее, то, что мы своевременно издали все приказы, которые требуются, приказы утверждены в соответствии с регламентами, то есть, подписаны, скреплены печатью и так далее, и, естественно, провели оценку по рабочим местам, если у нас, например, изменилось количество рабочих мест или созданы какие-то новые единицы, то, соответственно, у нас должны быть проведены оценки и должен быть график проведения спецоценки. Напомню, что график тоже должен быть в соответствии с требованиями оформлен, то есть, заверен печатью, автографом и так далее. И заключен договор со спецорганизацией, которая будет проводить именно спецоценку и необходимую работу, если она требуется. То есть, эта организация должна быть аккредитованной и члены комиссии должны быть и со стороны этой организации и со стороны налогоплательщика, то есть, должны быть выделены специалисты, которые могут работать по спецоценке с специалистами, которые уже определены в приказе. А следующий слайд, который мы с вами посмотрим, это, собственно говоря, спецоценка условий труда, то есть, откуда, из какого подраздела мы выходим, то есть, из подраздела охрана труда, напомним, мы уже сюда сходили, то есть, спецоценка условий труда, это общий журнал документов, который, в общем-то, продублирован отдельно журналами, которые мы можем вывести и создать документы, входящие в общий журнал, создать вот в этом вот разделе. Еще сейчас мы переключимся с вами на демо-базу и поговорим про отчет по охране труда. У нас с вами отчеты по охране труда, достаточно, в общем-то, их немало. Во-первых, это справочник о рабочих местах, которые содержатся в спецоценке, во-вторых, это вот несчастные случаи, то есть, это справочник несчастных случаев, которые мы создали, то есть, это причины, сведения, ущерб и так далее, и справочник инструктажей, то есть, какие у нас существуют инструктажи, какие сроки проведения инструктажей и медицинские осмотры. Здесь вот есть у нас такая возможность, если мы переходим по гиперссылке все отчеты, мы с вами попадаем в эти же отчеты, только вот они немножко по-другому структурированы, соответственно, инструктажи, медицинские осмотры, несчастные случаи, спецоценка. При этом, если я хочу, например, вот я выделяю причины несчастных случаев, и если я перехожу вот здесь, два раза щелкнуто, я перейду в сам справочник несчастных случаев, а если я выберу вот такую кнопочку изменить, то у меня получается интерфейс, который я вывешу, позволяет мне назначить ответственных, которые будут иметь возможность следить этот отчет. Ну, естественно, я могу написать какое-то текстовое поле и закладочка пользователей. Сейчас у меня выбраны конкретные пользователи, которые видят этот доклад. Если я сниму, например, эти галочки, то у меня останутся только те люди, при которых я пометила галочками, то есть для этих людей у меня будет возможность смотреть данный отчет. Для остальных, то есть вот у меня на данный момент Волина, например, менеджер по персоналу, она этого отчета видеть не будет. И, собственно говоря, вот в таком виде отметить, какой раздел это охрана труда и, соответственно, какой отчет это несчастный случай. Так, это мы закрываем. Нет, мы не будем сохранить изменения. Еще раз извините. Так, вопросов я смотрю, пока у нас не возникло. Мы возвращаемся к нашей демо-базе. Развернем на весь экран, чтобы было хорошо видно. Так, охрана труда. и здесь у нас с вами, как вы видите, есть, кроме тех справочников и классификаторов, которые мы уже заполнили, посмотрели, у нас есть дополнительно справочники, которые нам помогают в формировании вот этих документов, связанных с оценкой труда. Ну, во-первых, справочник это условия труда, то есть вот эта запись создана по умолчанию, но я могу создать дополнительно те, которые мне например необходимы для нашего производственного процесса, ну, например, жаркий цех, холодный цех, низкотемпературные помещения, например, холодильники и так далее. То есть на самом деле я могу создать дополнительные справочники к условию труда или на основании создать на основании уже имеющихся сведений. Так, сотрудники, собственно говоря, выбор всех сотрудников, которые у меня есть в организации, я могу воспользоваться тем, что мне не надо лезть в другие разделы, я могу выбрать их отсюда. Ну, виды происшествий и последствия несчастных случаев, это мы с вами уже смотрели, и новый справочник, который я говорила в самом начале нашей встречи, обращала на него внимание, это вредный и опасный производственный фактор и выполняемая работа. то есть, как вы видите, здесь у нас по классам есть группировка и по каждому классу мы можем посмотреть, какой класс, какую частоту осмотров предполагает, ну и соответственно, если мы в первом классе видим один раз в год, то, допустим, в четвертом классе мы с вами видим один раз в два года, ну то есть другие сроки, периодичные другая. И еще здесь нам может пригодиться дополнительные отчеты и сервисы, то есть дополнительный сервис у нас не заполнен, но это можно настраивать самостоятельно и соответственно дополнительные отчеты у нас с вами тоже не настроены, но если у вас есть какие-то индивидуальные формы, которые разработаны специально для вашей организации, то они перечисляются в данных разделах и соответственно в подразделе охрана труда мы можем посмотреть с вами данные отчеты и обработки. еще один момент хотела вам показать, остановить ваше внимание на то, что раздел сервис и настройки у нас позволяет во-первых работать с файлами, если это файл например по той же спецоценке, то есть мы можем открыть новый файл, указать адрес, где находится например электронный отчет о спецоценке и подключить и прикрепить его к данному отчету. и собственно говоря здесь у нас с вами есть еще один момент у нас есть возможность нет, наверное мы не успеем уже посмотреть возвращаемся так сейчас возвращаемся снова к нашим слайдикам и возвращаемся к титульному листу и мне здесь хотелось еще раз напомнить вам наши контактные данные наша электронная почта наши телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта и повторно напомнить что мы будем очень благодарны вам за обратную связь может быть какие-то темы вы хотели бы рассмотреть более подробно ну то есть возможности подсказать темы наших следующих вебинаров мы будем вам очень за это благодарны и надеемся что мы сможем быть вам полезными у нас очень большой опыт в работе с программным обеспечением 1С и настройки и доработки и установки ну то есть любые операции которые связаны с программным обеспечением 1С компания Кудерлайн благодарит вас за внимание которое вы проявили к нашим мероприятиям и приглашаю вас к следующей встрече милости просим на этом компания Кудерлайн прощается с вами всего доброго хорошего дня Субтитры Продолжение следует...